здравствуйте дорогие друзья но с вами осенняя зарисовка движение происходит по проезду дубовой рощи она у нас проходит параллельно улице академика королева которая по левую руку относительно нашего движения здесь такой своеобразный парк много питомцев можно здесь встретить выгуливают здесь хозяева собачек встречаются тут разные движения по разным интересам по родам там дрессировкам и так далее ну и у нас с вами сюжете обратная сторона территории останки на здесь у нас располагается главная достопримечательность одна из основных смотровых это останкинская телебашня ну и что происходит с обратной стороны мы с вами конечно же посмотрим все под охраной под вниманием потому как здесь работает персонал телевидения кпп на въезд конечно же хочется попасть туда но о территория закрыта колючая проволока и так далее потому что ну стратегически это важный объект и это правильно ну и движение будет на сторону новомосковской улице мы на нее с вами уйдем ну а как это все выглядит здесь у вас есть возможность посмотреть вот обратная сторона башни останкина выглядит она здесь вот так то есть практически у подножья мы с вами располагаемся была бы конечно возможность пробраться туда и покататься там я бы естественно это сделал перемещаемся мы с вами на автомобиле но тем не менее ловим осенние краски здесь они тоже есть они доступны но и для тех кто не попадает сюда есть такая возможность увидеть что же на самом деле здесь происходит обычно люди при прибывают со стороны улицы академика королева там же располагается один из центральных входов ну а для персонала для тех кто здесь работает вот обратная сторона она тоже в надлежащем виде находится здесь все это дело убирается тоже достаточно часто ну то что листики на дороге это приятно то есть вот здесь вот их уже нет обратить внимание здесь уже прибрались значит что в округе в округе в основном здания которые отданы телевидению они связаны с собой внутренними туннелями ну и собственно говоря подстраиваются здесь и новые сейчас у нас на горизонте появится одно из таких в общем все это здесь примерно выглядит так по левую сторону тоже появилось издание посвящено он тоже телевидению ну а вот такая зелененькая трехбуквенная компания телекомпания вы ее знаете не буду ее произносить вот на горизонте современное здание долго очень строится но вскоре откроются ее территории то есть уберу уберут ограждение строительное и будет доступно для обзора и это здание возможно когда здесь это все дело благоустроится и обновиться мы с вами здесь тоже побываем повернули мы с вами на на вас московскую улицу позади нас парк останки на парк ботанический сад парк в днх все эти огромные зеленые территории располагаются но относительно нашего движения позади нас расстояние здесь совершенно маленькая минут пять ходьбы вот от этой точки до начала тех зеленых площадей скажем так до входа ну и поворачиваем мы с вами сторону ольгинского храма там есть и часовня мы ее тоже с вами видели проедем значит эти территории тоже не так давно обновлялись вот единая такая слаженность просматривается в дорожках в освещении но и вообще в подходе скамеечки и лавочки все это конечно же есть площадки детские и так далее наблюдали мы с вами за обновлением сразу же после обновления записывали поэтому сюжеты иногда накладываются друг на друга но тем не менее они не похожи в разное время года они выглядят по-разному что-то постоянно добавляется обновляется но есть у вас такая возможность на все это дело еще раз дополнительно посмотреть часовня то даже здесь обновляется будет новая кровля поэтому во всех сюжетах на своим просматриваться какие-то обновления постоянно что-то делается обновляется город живет своей жизнью набирает свои силы и обороты красоты но мы с вами в разных сюжетах за этим всем делом наблюдаем параллельно у нас проходит аргуновская улица но практически относительно нашего движения по новомосковской вот она здесь проходит мы почти параллельно ну и можно так сказать что это получилось как бульвар потому что одностороннее движение в ту сторону в эту сторону ну и добрались мы с вами до новостроя хотелось мне в этом сюжете как раз поговорить об этом том что зрители просили немножечко рассказать как там проходит строительство что там происходит ну и вот у нас есть такая возможность как раз об этом поговорить это еще раз осветить и собственно говоря может быть даже дополнить к нашим сюжетам которых у нас уже немало движение в сторону звездного бульвара современная новая разведка у нас появились такие желтые вафли на которые заезжать нельзя звездный бульвар вот он перед вами мы сейчас на него выйдем ну а прямо у нас движение уходит сторону шереметьевской улице попытаемся туда тоже пробраться и вот они новые обновленные территории звездного бульвара он набирает свою целостность в своей стилистике подсаживаются тоже кустики деревья еще здесь многое будет сделано мечта чтобы линии высоковольтных передач ушли их было поменьше есть какие-то производственные промышленные здания они находятся еще пока здесь но москва с ними борется выводит за пределами московской кольцевой автомобильной дорогой они потом оказываются у нас и на месте них возводят новые какие-то жилые сектора новые целые районы есть у нас застройка вы постоянно видите на горизонте она тоже доступным мы там тоже проедем ну и что у нас тут офис и компьютерный магазин который здесь уже десятилетиями находится ну и повернем мы с вами как раз в сторону семейного жилого квартала айлов который будет состоять из пяти корпусов о которых я и хотел здесь немножечко вам рассказать то есть современные отделки современные материалы корпуса будут в данном случае переменной этажности это частый прием в сегодняшней застройке высота будет колебаться здесь от 10 до 35 этажей вот ну и из большинства окон будут открываться виды на панораму города вот уже один корпус почти практически сдан даже есть озеленение ну попасть на территорию к сожалению нам не удастся потому как ведется стройка меры безопасности соблюдаются поэтому даже пытаться не будем потому как это будет бессмысленно и зачем человека подводить занимает своими делами охраняет ну и зеленые территории выглядят так конечно же когда откроют и запустят эти жилые дома в эксплуатацию то дорожки здесь обновятся обновиться может быть даже и движение поменяется ну световая история точно ну и так вот это все выглядит со стороны деловой центр подстраиваются новые корпуса в законченном виде выглядит вот так обратите внимание на проема и высоту высота здесь от трех метров ну и со стороны жилой комплекс выглядит вот так деревья пытаются сохранить и виды 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 современные материалы главный посыл этого проекта это создание комфортной и безопасной среды города в городе поэтому дворы квартала будут свободны от машин будет тут внутренняя парковка подземная ну и в основе концепции лежит детская философия согласно которой счастье это душевная близость семьей и друзьями комплекс предложит множество разных пространств для активностей чтобы жители смогли креативно и насыщенно проводить свое время делиться друг с другом опытом и знаниями раскрывать повседневную жизнь новыми красками так вот это трактует компания айлов для своих новых жильцов такими яркими маркетинговыми словами скажем так цитатами ну на самом деле квартал крутой скажу сразу располагается он в тихом зеленом районе останкино то есть путь на автомобиле здесь до третьего транспортного кольца через улицу проспекта мира которую мы с вами движемся составляет всего шесть минут даже от 10 до 6 до до кремля здесь чуть меньше 20 минут вот в 10 минутах пешком находится станция метро алексеевска который мы с вами увидим ну и развитая инфраструктура то есть есть старенькие дома зеленая территория достаточно взрослые деревья давайте с вами вот повернем и посмотрим что близ расположена вот так вот выглядит обновленная поликлиника которая здесь располагается то есть ее территории новые обратите внимание как выглядят фасады красиво то есть вот это вот единая выдержка в плане внешних материалов вот она как-то подходит друг другу к тем комплексом которые возводятся ну и школа то есть мы еще увидим со стороны ну а пока вот для меня это тоже приятная новость очень хочется еще раз показать как выглядит поликлиника то есть она красиво не только снаружи но и внутри современное оборудование и все остальное и выглядит это сегодня здесь уже вот так практически в пошаговой доступности то есть здание часто пользуемся таким как и школы и поэтому располагается на рядышком ну а малые строения пятиэтажки хрущевки конечно же будут со временем заменяться здесь есть возможность такое делать и застройщики этим активно пользуются с левой стороны с противоположной стороны стороны дороги у нас раньше был располагался троллейбусный парк сейчас там располагается электробусы но есть и пожарная часть ну как правило со временем это могут все перенести и видоизменить скажем так построить здесь что-то больше используемое чем вот эти вот площадки правило их куда-то выводят где-то интегрирует в других местах потому как земли здесь все-таки дорогие ну а на территории вот новых кварталов в отличие от тех которые мы с вами видим появляются новые магазины кафе рестораны прочие там необходимые для комфортной жизни объекты инфраструктуры ну и естественно все это в тандеме дополняет этот район посещены появляются новые возможности у жителей которые проживают здесь ну и вышли мы с вами на проспект мира одна из основных артерий города выглядит она вот так вот здесь конечно же не хватает зелени ну потому что это проспект и проспекты в москве выглядят так то есть есть какие-то точки зеленые вот они на горизонте появляются в основном это магазины все доступны как правило это не центр еще совсем вот ну то есть считается центральной частью да но как говорится в центре намного сложнее найти те магазины которые нас здесь окружают в основном там какие-то бутики обменные пункты рестораны и кафе ну а здесь даже вот интегрироваться новое здание вот так она выглядит это здание и такой же вот отделки современные материалы дополняет те строения и здания своей вот этой какой-то изысканностью новизной скажем так ну и сталинские дома крепкие просторные свободные выглядит вот так кто-то спрашивал про общественно-городской туалет и здесь он пожалуйста бесплатные работает в этом вопросе слава богу все в порядке такие точки есть они функционируют ну и разного плана дома кто-то оставлял мнение по поводу вот этих высоток есть свои плюсы есть свои минусы как и в планировках так и в окружении то есть во внутренних дворах и так далее ну давайте повернем посмотрим те же самые магазины аптеки дефицитные вещи в центре города в принципе да там в центре тоже есть и банки и кафешки рестораны как и здесь но скажем так вот в плане зеленых мест парков каких-то прудиков дефицитно очень дефицитно там найти какие-то места для продуктов питомцев какие-то площадки и так далее конечно же невозможно там все по-другому если они есть то в малом абсолютно количестве ну а здесь для примера давайте съедем во внутреннюю часть и посмотрим что происходит здесь значит здесь проходят у нас широкий проезд есть узкий проезд и какие-то вот парковочные места тоже в перех перехлыст получается так в нахлыст какие-то административные здания какие-то вот гаражные комплексы но это все как я говорю меняется вот вы видели много уже на канале разных районов городов целых можно так сказать с обновленной планировкой с продуманными какими-то дворами проездами про прогулочными зонами но все это конечно же выглядит совсем иначе что-то ценится здесь в плане невысоких зданий где соседи практически знают друг друга и в тех новых корпусах там перенасыщено конечно будет но тем не менее не в тесноте но в уюте и вот такой вот скажем здесь бульварчик мы сейчас с вами увидим зелененький то что конечно же не всегда можно найти в центре есть там разные у нас места для посещения бульвары там и так далее попадаются но не так часто как вот за пределами третьего транспортного кольца о котором мы с вами постоянно говорим вот она темы славятся темы ценится что здесь как говорится площади свободные увидите то застройка которую мы с вами видели на горизонте она и здесь возвращаемся мы с вами к нашему ну скажем так объекту который мы освещаем в этом сюжете выдвинемся мы по улице годовикова такими путями он там просматривается уже это строение на горизонте я обещал показать еще и деловой центр который рядом располагается поэтому это все увидите даже немножечко проедем по его территории ну и что еще тут можно в дополнение сказать что инфраструктура развита еще чем что есть школа есть колледжи разные вузы университеты есть рынок супермаркет и торгово-развлекательные центры разные культурные учреждения всякие театры студии там тут даже есть балетный театр студии ну в общем все это готово вот на территориях как вы видите раньше промышленных зон возводятся всякие технопарки ну и территории потихоньку потихоньку становятся более современными можно так сказать дорожка здесь выглядит так вот нету стройки и дорожки чистые поливалки проехали но мы с вами поднимемся давайте здесь я вам обещал показать что происходит на территории делового центра как это все дело выглядит как-то свободно без ограждений без заборов и так далее возможно и здесь тоже какие-то найдут решение уберут там те которые мы с вами видели нагромождение ну отсюда вот такие виды в сторону и делового центра и семейного жилого квартала виды на верхних этажах шикарные значит доступно практически отсюда все новостройки все вот эти вот современные дома moscow city все это вдаль просматривается включая зеленые территории поэтому выбирают да многие выбирают и смотровые какие-то этажи учитывают эти моменты ну как правило в таких районах вот кстати говоря вагончики телевизионных компаний здесь тоже видимо находятся ну и жилой комплекс вот в тандеме с этим зданием выглядит вот так то есть возвращаюсь к стоимости разные варианты планировок от студии до четырехкомнатных всяких квартир здесь предоставлены поэтому вариантов масса есть и какой какие-то решения от вот компактных студий есть и планировки евро ремонта всякие квартиры с террасами с пентхаусами есть возможность приобрети уже с готовой отделкой в нескольких вариантах там по моему более трех стилей на выбор даже уже с обстановкой внутри то есть на мебель там и так далее в одном из корпусов уже есть и чистовая отделка сегодня вот так вот сдается эти квартиры но повторюсь они не дешевые отголоски строительства здесь нам попались то есть ремонт работы прокладывают какие-то коммуникации возможно светофор или еще что то то есть поэтому грязь то есть колеса растаскивают это дело вообще на самом деле строительной компании за дело москве штрафуются но здесь простительно уж осень все-таки дожди еще разок на это все дело посмотрим то есть как я и говорил что почему район не дешевый почему не дешевые квартиры проемы высокие высок высокие потолки развитое место зеленая достаточно известная много всяких положительных моментов здесь в округе располагается в самом районе парке там и так далее часто посещаемые поэтому конечно же стоимость этого жилья она не дешевая вот но тем не менее народ выбирает находит решение пути приобретают резервируют вот автомобильчики здесь не просто так стоят уже видимо люди приезжают готовят обговаривают покупки смотрят то есть пожалуйста офис продаж здесь работает может приехать посмотреть на все дела ну и давайте немножечко посмотрим что же вам на самом деле окружает это место всякие роз автодор и прочее это вот по левую руку здесь такие советского плана строения как я и говорил где-то здесь и что-то сдается в аренду есть и магазинчики площади вот так вот шикарно нас встречают голуби практически как зрители ну и давайте посмотрим еще раз на то что нас окружает вот относительно останкинской башни преодолели такое небольшое расстояние обновленные фасады высокого здания которые у нас с вами здесь доступно что-то подстраивается кстати говоря здесь тоже какие-то магазинчики ну и в горизонт уходит нас проспект мира которому мы с вами тоже немножечко здесь продвинулись надеюсь на то что восковольтная линия электропередач здесь уберут и возможно тогда в развитии это место получит еще большую силу но как правило получается так когда возводится там один другой дом место становится популярным быстро развивается какая-то инфраструктура в округе здесь корпуса большие возможно сама жилищная компания займется благоустройством но как правило практика показывает что быстро все меняется дорожки какие-то скамейки лавочки с тучи же подстраиваются какие-то магазинчики все это я думаю здесь скором будущем появится ну и возможно вот к раскрученному месту приобщаются новые строительные компании согласовывают земли сносят решает вопросы жителей которые живут в хрущевках программа реновации переселяют ну и на новых территориях возводят новые жилые комплексы вот уже продумано потому как ну воткнуть заинтегрировать здание без подземного паркинга и так далее создать еще больше проблем и так там существующих значит движение в сторону шереметьевской улице прямо если мы поедем с вами то мы выйдем на третье транспортное кольцо как я и говорил значит здесь у нас по горизонту что храм нечаянной радости дальше капитолия большой торговый центр там всякие ашаны и прочие магазины это здесь дальше там райкин плаза всякие бутики как правило торгово-развлекательный комплекс пожалуйста дальше там олимпийский театр дуровый театр бабкины там потом это все уходит на к цирку никулина на цветном бульваре и туда 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 прям в центр в центр то есть в принципе не совсем центр но центр близко вот то есть этим и славятся вот эти вот райончики как вы видите здесь уже не не такая малоэтажная застройка вот дома разных скажем так времен поколений возрастов на горизонте ну и я думаю что это время то есть они дома становятся выше намного тех что мы с вами видим 30 40 50 60 этажные башни и вот как я говорю с высоты уже птичьего полета все нам доступно здесь проходит железная дорога вот эта часть у нас зеленая ну и на горизонте тот самый семейный жилой квартал возле которого мы с вами были повторюсь что наши подписчики часто спрашивают что-то просят поснимать вот кстати говоря обновленные здесь здание офисная та же самая тема в плане внешних материалов и все это как говорится в тандеме как-то объединяется и делает какой-то законченный вид значит на горизонте тоже новострое мы это улица ростовеля тоже там бутырский район мы сейчас туда тоже попытаемся с вами пробраться но коль я обещал тем более под затянулся видео были на это некие проблемки также вот офисные здания мы с вами видим на горизонте та же самая цветовая гамма тоже самый стиль ну и как мы заметили многие новые районы которые у нас строятся ну примерно в той же самой стилистике кому-то это нравится кому-то это нет но на смену железному бетонному мощному толстому и так далее приходят современные материалы ничем не уступающие по качеству по прочности по теплоизоляции а может быть даже где-то и есть превосходство поэтому внешность она намного обманчива надо смотреть все в комплексе трогать изучать задавать вопросы если вы планируете приобретение потому что среди зрителей все чаще чаще появляются таких людей которые задают эти вопросы а где лучше а что лучше поэтому отвечу сразу то есть все зависит от ваших пожеланий потребностей что вы хотите видеть где вы хотите быть какие места вам больше нравится то есть в москве на сегодняшний момент выбор большой среди новостроек поэтому люди приезжают выбирают смотрят подстраиваются под те цены которые есть но как правило стараются купить то что они хотят то о чем они мечтали ну и вот такой фестиваль разных времен скажем так и подходов разные у нас вами дома разные планировки то есть мне честно сказать даже если они уютные так далее то вот такой подход не очень нравится здорово когда все гармонирует все как-то вот сливается в едино дополняется какой-то получается обжитой 1 в одном стиле район это намного лучше смотрится чем вот примерно в таком разбросе но все равно тут во дворах тоже хватает стареньких домов на горизонте это вообще промышленный сектор и кстати говоря выходит в сторону савеловского сети где мы с вами тоже делали зарисовки смотрели наблюдали на горизонте появились башни две 60-этажные которым нам с вами то и нужно доехать это станция метро дмитровская куда мы с вами и движемся ну и вот новые дома с левой стороны административное здание с правой стороны паркинг тоже рационально используется нижние этажи отданы под сервисы под мойки с левой стороны что-то типа было раньше общежитие теперь какого-то отельчика ну и зелень 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 впереди у нас были раньше таким производственные большие территории мы сейчас с вами увидим подстраивается здесь и подземка новые выходы новые станции мы тоже все дело увидим но как я и говорил что на территории москвы много мест которые требуют дополнение внимания обновлений вот эти промышленные территории которые однозначно со временем будут изменены потому что район он того заслуживает вот здесь уже убрали те бетонные заборы которые наводили здесь скуку и серость производственное объединение как я и говорил мы потихонечку они выводятся здесь они тем не менее существуют ограждены они уже не бетонным заводом забором а вот подобного плана что уже намного лучше транспортная развязка здесь существует здесь все с этим хорошо на горизонте дома новое это не так давно их построили это станция метро тимире азерская ой нет не тимире азерская фан визинская а вот там же проходит монорельс который идет в сторону в оденха простите иногда заговариваюсь потому что стараюсь больше дать информации иногда осечки ошибаюсь вот за это сразу извиняюсь ну и здесь тоже у нас промышленные зоны которые как я говорю потихоньку выводятся здесь раньше был мост железнодорожное сообщение внизу проходили какие-то железнодорожные рельсы там и так далее вот с левой стороны здание как раз туда подходили они это все убирается меняется ну и раньше то есть это выглядело так с левой стороны бараночный какой-то завод останкина вот появилась здесь станция бутырская новая современная выход один здесь другой чуть дальше вот этот бараночный завод он вот за где этот забор не смотрится соглашусь правой стороны какие-то торговые ряды вот здесь как раз написано о том что это завод вот желтая стена это сырный завод карат сейчас около него побываем вот с правой стороны в современных материалах отделан такая хрущевочка и совсем по-другому домик заиграл ну и вот они территории карата сырного завода дальше баскин робинс дальше останкинские мясо кабинат дальше какие-то там были пивные территории отданы под какие-то другие площади строится здесь новый парк офисных зданий специфсово театр пожалуйста с правой стороны пошла улица руставы ли на в сторону станции метро дмитровская тоже и здесь происходит строение новых застроек это примерно адрес ростов или 14 он по левую руку от нас то есть эти все территории заводов и промышленных секторов будет тоже перестроен снесен мы сейчас с вами увидим почему я собственно говоря и не прерываю свой сюжет намекаю на то что и здесь то есть по сути то в пошаговой доступности то есть можно добраться до останки на пройдя под туннелем под железными дорожными линиями то есть здесь где-то примерно километра два наверно от силу до парка останки на и вот те самые промышленные бывшие здания которые уходили в аренду офисов там и так далее меняет вот первая ипотечная компания на застройку домов на горизонте мы видим там савеловский сити где мы с вами были и снимали что вокруг там происходит как там возводится новые дома и строения вот недавно построили на горизонте 60-этажные дома которые располагаются в районе дмитровской сейчас вы увидите корпуса которые возводятся здесь порядка там 14 по моему корпусов здесь будет и два из них уже не знаю сданы не сданы но они стоят то есть примерно такой вот стилистики сейчас вы увидите вот они ну то есть два они абсолютно не смотрятся когда здесь будет уже целый такой райончик можно так сказать кто они конечно по-другому заиграет но тем не менее продажи уже есть виды с них тоже потрясающие поэтому вся территория вот так вот кусок стены старых домов но новодел все это дело по-другому заиграет ну и станция метро рядом парк рядом район зеленый вот много снимается здесь кинофильмов старенькие дома и красивые фасады пока еще их берегут ну и вот давайте на бульварчик уйдем посмотрим как здесь в зелени утопают эти районы вот так вот это выглядит конечно одно удовольствие поэтому еще раз повторюсь что район здесь хороший интересный зеленый спокойный красивые много парков рядом прилегающих и гончаровске мы сейчас его проедем и есть парк на яблочково и дальше туда дубки много 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 также недалеко располагается с парк сокольники как я уже говорил акведук потом парк на яузе недалеко располагается еще один парк название уже не помню потому что их много на самом деле вот простите современный парк не помню честно сказать потому что много много этих разных территорий и вот они те самые райончики вообще конечно же хотелось бы чтоб и новые также строились но сейчас парковки уходят под землю но вот расстояние между домами вот в центре такого уже мало это на горизонте городская была поликлиника и и вывели здесь построили современное здание примерно в тех же самых тонах и внешних современных материалах что с этим домом пока не известно будет но возможно здесь построят что-то новое будет начало застройки этого района ну и вот такие зеленые территории здесь на горизонте кстати говоря парк гончаровский давайте в него тоже с вами заедем но чтобы у вас было совсем окончательно представление что получают люди которые выбирают вот эти вот новострои в стареньких районах что у них получается что у них приобретается что их объединяет скажем так вот примерно вот такой вот образцовый скажем парк в котором есть и зоны для детей и для велосипедов и всякие какие-то мероприятия проходят иногда салют здесь пускает в общем все здесь есть и спортивные площадки и так далее ну к сожалению показать все досконально здесь у меня не получится но тем не менее общее представление у вас есть в округе все необходимые магазины продуктовые и непродуктовые аптеки там и так далее то есть ну и собственно говоря я думаю что для общего понимания у вас картинка складывается конечно же в окружении дома старые постройки снесутся возник возведутся новые ну и вот такие вот территории получит уже новые жильцы семьи и так далее буду потихонечку закачивать этот долгий сюжет спасибо вам большое за просмотр буду рад вашим комментариям отзывам вопросам надеюсь выполнил просьбу которую оставили мои постоянные зрители мне к башням но а я заканчиваю этот сюжет не прощаясь с вами всего лишь говорю ну а пока пока будьте с нами ну и до скорых сюжетов и Субтитры подогнал «Симон»